Продолжение следует... В связи с этим не ясно. Но когда она закончится, я думаю, обязательно будет иметь смысл посчитать. Потому что есть же у нас там самые длинные какие-то рекорды. Насколько я понимаю, до сих пор она принадлежит, по-моему, Габлаку. Там, в общем, в одно время ВП, еще в очень старом там своем составе, вместе с Габлаком как раз-таки делили то одни, то другие. И, ну, посмотрим, посмотрим, что у нас. Что за беспроигрышная серия будет на этот раз. Ну, пока что Team Spirit начинают с Инвокера и Банша Дес Профит в бане. Да, Инвокер это персонаж действительно очень сильный. Несмотря на то, что в прошлой игре там вот такая уязвимость против БКБ у него была, но до БКБ еще нужно дожить, во-первых. Во-вторых, могут быть в пике герои, которые с БКБ расправляются, и тогда он очень хорош. Плюс ко всему он сам может пойти в какой-то билд, который с БКБ не так восприимчив. Я с тобой. Я слышно? Да, да, слышно. Просто возникли. Немножко отвлекли, но в итоге... В итоге Дазл и Дарксир у нас от Кукис. И Team Spirit забирают своего любимого Бэйна. Бэйн, я не знаю, вот нам... Статистику, статистику. Покажи нам вот этот... Сейчас, секундочку. Покажи нам статсмен. Статистику. Покажи нам статсмен, который нам скидывает статсмен. Бэйна. Ферония, да. Как габлака вообще на Бэйне, как у него в этих версиях. За последние, не знаю, там... Ну, я думаю, в последней версии. В последней версии мало бы игр было отыграно, вот эти 686, 686B. А именно, знаю, фловую статистику тоже. Мало у него там проседало, его было очень много по играм. Не знаю, как он там. За последние 100 игр можно показать? Если будет такая возможность, то дайте нам, а мы ее как раз озвучим. Вау. Там дети атакуют. Да. Так, а я пока посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну, вот одиннадцать, если верить, как бы сайту ВП, у Team Spirit стак. Стрик из одиннадцати побед. Причем, как раз-таки, последнюю свою игру под тегом CIS Rejects они вроде как проиграли. И поэтому, как раз-таки, вот начиная именно со своего вот этого нового тега, они начинают подниматься. Будет интересно посмотреть, далеко ли они зайдут. Ну и тем временем, Тускарчик и Баунти Хантер в бане от Спиритов, и Бруда Слардар в бане от команды Кукис. Герокоптер появляется у нас. Айсберг, я знаю, очень хороший инвокер. Ну, да, айсберг, в принципе, очень хорош. Иначе бы на миде... Вообще мидер хороший. Вот такой, когда выцепили его. Это айсберга, опять-таки, из ММРчика. Ну, я помню, что он где-то там поиграл на заменах, и там писали, что айсберг действительно там... Он за Империю поиграл или нет? Я не помню, он играл, да, за топового коллектива играл с тендинами, и вот потом у Каблак его на постоянную основу взял себе. Ну, Каблак любит собирать, любит искать новых людей. Ну, а по-другому ему никак, собственно. Понятное дело, да. Либо ты пытаешься вписаться в какую-то команду, тебя зовут уже с костяком. Либо ты сам набираешь людей, с кем ты хочешь играть, и кто там видит, что коры какие-то хорошо отыгрывают. Сам собираешь, и вот Артур любит это делать как раз. Что помнишь, НВМА команда, которая потом в ВПП встала. Что вот эти стаки все... Да что он когда на Интернешнл тоже отбирался, что и с французами, и со всеми, да, там чуть не повезло где-то. Но все равно у него все стаки, очень хорошо играет. Знает, как он игру построит вообще. Капитан хороший. Так, ну и Дисраптор от Тим Спирит. В качестве второго саппорта. У Кукис более такая классическая, что ли, связка получается. Опять же, как и... Ну, Герокоптер плюс Дарксир. Прошлую всю версию 6.85 эта связка просуществовала очень хорошо. Я думаю, и в этой версии она еще себя может показывать. Одного героя не хватает, чтобы эта комбо работала. А что за героя? Винтерверт. Да, Виверна действительно не хватает. Но она, кстати, еще в пуле. И нужен как раз второй саппорт. И это саппорт, который будет обладать еще одним там сейвом. Ну, правда, против Пикатим Спирит, конечно, заходит не супер круто. Потому что здесь будет Бэйн с линзой, Дисраптор. Я не знаю, будет ли он с линзой или нет. Но радиус у него тоже там приличный. И как-то тяжело будет зацепить так, чтобы били союзники. Если могу сказать, на этих двух саппортов, на Дазли и Винтер Виверне, была, в принципе, построена вся игра команды OG. Они крутились вокруг этих саппортов. Они очень хорошо отыгрывали. Очень хорошо сейвили. И им без разницы были, какие коры там будут. Потому что у них очень большой пул на корах был. там от Мепарей до Пант. И там, соответственно, и Миркул какие-то жестких там. Но вот именно вот эти два саппорта, Даззл и Виверна, в 6.85 очень круто у них заходили. Они выиграли и Мейджор как раз-таки из этих двух саппортов. Ну, Виверну все-таки изменили. Теперь вообще, да, вот же не получают героя, которые бьют персонажа целевого. Может быть, из-за этого как-то ее перестали брать. Ну да, потому что ты тупо под комбинацию там Дарксер стягивает, ты вписываешь, и ты просто можешь всех разобрать там очень быстро. Как раз-таки за это время. Еще плюс, все герои еще одного бьют. В два раза больше темы же получают. А так? А так, по сути дела, ты вписываешь в никуда. Одного персонажа разве что. И Дим Спирит решает сыграть через антимага. В принципе, ловить его особо нечем пока. Только Рубик с телекинезом. Антимаг хорош, хорош здесь. Герокоптер проиграет ему. Суппорты тоже такие себе против антимага. Без станов каких-то жестких, чтобы его контролить при получении. Он здесь без БКБ может играть спокойно. Никаких ему проблем здесь никто не составит. Просто там Владимир, Баттлфьюри, Бонта. И там можно сразу уходить какой-то супер-башер и... Паттерфля, если у Герокоптера ранний МКБ не будет. У него очень все круто здесь. Он всех порежет. По идее, должен. Такие по теории, по теории доты. Ну вот пишет, что 27 игр, начиная с патча 6.85. Из них 17 побед. Хороший винрейт. Причем я уверен, что в 6.86 он лучше. Просто потому, что в целом винрейт лучше. Ну да, сколько это получается? Это где-то 60% у нас плюс-минус там 62... Ну да, 60%. Я думаю, можно округлить. 6 плюс-минус 60%. Неохота там четко высчитывать. Ох ты, и Никс. И вот этот герой, на самом деле, мы прикидывали тут, насколько сильный он может быть. Ну, непонятно, нужно ли это или нет. Если он купит себе аганим и линзу, и закопается... У него же там очень большой радиус стана. А линза еще увеличит это все на 200. И стан получит за какой-то просто... Да, 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 мощный. Как у Санкинга с аганимом. Я думаю, редко у него получаются такие артефакты нафармить. Во-первых, должен себе взять... Ну, Манна Тапки, понятное дело, потом в линзу разбирается. Потом Даггер должен себе взять. Потом он все должен взять аганим. А потом... Или нет, или там линзу, потом аганим. По новой мете вряд ли. То есть у нас прошлая игра, конечно, сильно затянулась. Но и то она не была. Она затянулась для этого патча. Но в целом, если взять прошлый патч, это была бы чуть ли не стандартная игра по времени. Но здесь, может быть, да. Может быть, быстрее все закончится. С другой стороны, экономика ускорилась. И, может быть, и успеет он себе его заформить. Посмотрим. Ну что ж, начинаем представлять вам игроков. Опять у нас пауза. Итак, Eskills на VR, если я правильно понимаю. Стив Стайл на Дазли, Пабло Гейминг на Рубике, Аш на Гирокоптере и Кезу на Дарксире. Прикинь, это наш Аш. Ну да. Было бы забавно. И на Бэйне играет у нас Артур Костенко, Габлак. Рамзас играет на Антимаге, Айсберг играет на Инвокере, Always One Offline на Дизрапторе, Автолайф играет на Offline Nux Assassin. Что ему вообще пофиксили, Nux Assassin? Если, по-моему, ему чуть-чуть карапасика добавили кулдаун на последний левель, 10 секунд выставил место, по-моему. Ой-ой-ой, лошару подцепили. Ой-ой-ой. Не, не уходит спокойно. Нечем, нечем цеплять, тупо нечем. Вот если связка была, вот в РКе. А, она была. Была. И все равно не было фрага. Все равно не убили. Ну, оооо. Еще одна. Я слышу этот звук. У меня сразу поджимаются коленки. Звук, привязывающий виндрейнджер. Ну что, в итоге немножко похп размяли, но Антимаг успеет еще и до базы дойти, отрегениться. но хотя на линии он может немного опоздать я думаю, может телепортик а он там валяется уже уже валяется телепортик ну Габлак, наверное, купил, все посмотрим мне Флайк купил Флайк, как раз денег все оставил, наверное, какие-то мужские центры, чтобы принести их Габлак сыграл один из игр, но бы не победил в 7 из них это в 6-8-6 уже, ну, точнее, в Team Spirit ну, это и есть 60%, 65% ну да, то есть особо он даже... это хороший венрейт, очень хороший 65% это хорошо там какой-то нереальный венрейт в веге ночения автолайф может стрелять, но не-не-не ничего с ним не будет, потому что пользы нет, ничего нет, Рубик, Рубик, Рубик может подойти Рубик, а кулдаун же с карапасами забирать его будут под хил еще, да-да-да должен-должен умирать здесь автолайф далеко зашел да, и пытался отпулить крипов но в итоге все ему это выходит боком и крипы не отпулились, и сам в таверне у нас в третьей игре подряд Куки забирает фюзблат и в третьей игре подряд его делает Рубик в третьей игре подряд его делает Пабло вот такой вот, да, забавный момент причем первые две они забирали, по-моему, прямо с самого-самого начала о, посадил тангус и съел его сразу, да ой-ой-ой-ой-ой, очки слип, 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 слип нет, ты даже без слипа даже, все нормально выжили, да, вот теперь слип ну так много маны Габлак потратил далеко, 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 слишком он под тавером стоит Рубик просто развел на 165 маны сейчас так, а что вот это вот за фишка с посаженным деревом? в смысле? ну, которое, типа, сажают и съедают его оно как-то круче регенит? нет, просто, чтобы не ходить никуда просто на месте ты это делаешь просто, и это из айрон бренча вот этого, да? да, да, айрон бренч просто, кидаешься так, тем временем, Пабло Пабло ну, колл снап можно было накинуть, чего ты, ты тормозишься боже, с этим деревом, на самом деле так, тем временем, у нас снизу у Дарксира проблемы и еще один блинк, фласочкой захиливается, но Дисраптор делает фраг очень все круто сделали да, тут с Глимпсом провернули комбинацию в итоге забирает себе сапог в общем, в каком-то патчноуте два года назад, я помню, был какой-то фейк на тему того, что вот, можно будет тангуса сажать но в итоге можно стало сажать, но айрон бренча на самом деле, конечно понятно стало ну, и давно уже понятно, что этот фейк он не просто как бы сам образовался откуда-то подслился и много чего из того, что там было написано не было но там был, в частности, то, что Рошана перенесут туда, куда его перенесли сейчас и что можно было, что можно будет что-то сажать и вот, сажать действительно можно коротко да, целый можно лес засадить ну что, тем временем у нас антимак 11 крипов против Дарксира стоит хорошо гирокоптер 12 сверху у него тоже все замечательно и Никсу здесь тяжеловато инвокер с ВР-кой стоят ровненько, хардлайнеры тоже пока что абсолютное равенство вообще мы наблюдаем Никсу даже из-за того, что умер, он все равно хорошо стоит он у него все очень круто так, возвращаю Дарксира и будут из него здесь разрывать поднимают хотя бы иная Дарксира может попытаться уйти нет убьет, убьет его опять Дисрапт разбирает кив да, это ничего страшного да, Никс продолжает стоять но у него реген хороший вот этот вот регенова сильный спурман с шелдом конечно, тяжело его здесь гонять и плюс ко всему так, ну Даззл, Даззл продолжает здесь не оставляет попытки он должен, должен выгнать его, регену уже такого нету у нас дойти просто до конца его, чтобы гирокоптера было все хорошо по максимуму, вот у гирокоптера нет ума на теперь на Бэрэш и Никс уже ничего не боится ну вот Даззл-то его так подразминает все равно с Пойзон Тачем довольно больно с руки подразминает, но все равно у Никса хороший армор Пойзон Тач, это Физа у нас поэтому так не сильно он приседает от этого заклинания ничего не поделать инвокер вырывается вперед на Двин Дрейнджер и Дарксиру становится тяжеловато он уходит в лес ну здесь немножко вырываются вперед наконец-таки спириты в этой игре да, вот повезло то, что тролли маленькие появляются и совухи автолайф у нас там живет на 10 хп вообще еле-еле выживает да, все-таки бы Даззл его промял видимо Пойзон Тачем может быть даже второй вкачает какой-нибудь двоем-двоем его попытались замять но карапасы спасают жизнь и получает экспу до конца не хочет он здесь отдавать не крупиться вообще экспириенса ну а че ему толку бегать он столько времени потратит Сера к нему крепыща, покоит Тауэр, пятый лейл сейчас получше спокойно а реген 3 и 2 можно в принципе за минуту 180 хп отрегенить все, верно а Рубик у нас сместился на хард учитывая, что Дарксир ушел но сейчас могут Рубик выцепить нет, не стали его цеплять все-таки слишком близко он находится к вышке здесь два кольца купил себе господин Рамзес это стандартная сборка против Дарксира против Дарксира колечко там, хедрес какой-нибудь себе приносишь даже без хедреса можно и второе кольцо покупаешь и ты не просаживаешься против щитов да, ну Дарксир тем временем ушел конечно в лес свой, но тем не менее мог и остаться и какие-то проблемы так, выход на мид Бэйн подкрадывается к Виндрейнджеру но нет, Виндрейнджер здесь отступает а Лакритин Вокера конечно много проблем доставляет он очень быстрый становится даже много проблем составляет Бэйн который на миде как раз таки стоит этот противный Бэйн потому что Верка она не должна такой инвокера просаживаться она, если по крипам посчитать она в три больше чем в три раза уже и Айсберг переденайл и скиллся на Верке и Габлак показывает что вот я здесь, я здесь я все еще здесь и ты ничего не сможешь сделать с этим потому что твои саппорты слабенькие дазл там на легкой рубик на харде получает так, ну-ка, руна, руна, руна поднимает воздух хосту забирает можно попробовать вернуть но нет, это ни к чему рядом никого нет в итоге битву за хосту выиграл ну а сверху руну могут оставить да кому угодно здесь Бэйн ее просто охраняет пока что байтит может быть кто-то придет но нет, никто не приходит а вот автолайв сам будут забирать чтобы срежь ТЛЛ получить правильный выбор так, и стоит вард опять видит выходящего сюда габлака так, габлака начинает бить габлака отбрасывает он дает себе а зачем он себя зачем он себя зафлекл не знаю какой-то хитрый профессиональный ход от габлака опять подравил 160 маны ни на что 160 маны но сейчас уже монопулчик побольше и тем не менее 165 маны это конечно очень много вот ему приятно когда аркан руну берет он сразу просто становится царем он может несколько снов дать брейнсапов вообще там чуть ли не 10 штук я думаю всем приятно аркан руну взять да ну вот некоторым особенно выход у нас на топ на автолайв у него еще нет шестого левела ой этот наверное будет килл-кил все таки да никуда не денется его тут просто разбомбили ракеточкой успел сбить карапасе поэтому вот эта ракета огромная с колдауна да там даже не в ракете один параш в него влетает у него уже на это работает карапаса остальные параш полностью взлетают да пошел санстрайк но он прямо в крипов антимаг ставится неплохая иллюзия ультимейт дарксир до конца бьется антимаг в итоге уходит гирокоптер возвращают обратно как же больно в итоге здесь он вызвано флай он тычкует иллюзию добивает ее ну чуть не развалились все атаку этого дарксира да не круто все сделали и вернули этого гирокоптера да гирич возвращается тем самым наверх без маны совершенно потому что все потратил с пылы до этого плюс моноберн плюс тпшка у него аквилку надо принести значит он не несет себе рингов протекшн ну хочет наверное сразу аквилу все а ну деньги то есть собственно у него есть аквилы у него вон у него в рейдбэнд маска сейдж маска ну да да нужно кольцо защиты принести и что то еще себе несет я не знаю это мог бы брейсер себе принести какой нибудь а нет кстати говоря это просто летит курица с вардами он на что то копит метасик наверное метас на гирокоптере на гирокоптере ну это в новинку будет как то шестой левел нюкс асайс у нас появился и сейчас могут где то быть у нас неприятности но два хороших сэнтри уже поставлено заранее дазлом на гирокоптера и выход трудно сделать и в миде такой же сэнтри абсолютно стоит от команды кукис да здесь тоже не сделать перетягивается бэйн конечно помочь но может быть я не знаю может быть гирокоптер хочет себе побыстрее доминатор какой то чтобы задоминировать крипа и начинать делать стаки ну такое я не знаю он вообще на базу побежал ну он что то да полетел на базу но он психанул мне кажется не дождался курьера ты говорит днарь принес себе вардец и кларити ну все вот и оставайся здесь один как же айсберг убивает бедную варку в миде 53 на 38 против 24 на 1 да крипстат не лучший и над ворс не лучший даже тут уже в какой то минус морали несчастный виндрейнджер я не знаю честно что они будут делать с этим антимагом потому что у него очень все жестко очень жестко в шоколаде приходит рубик с дараксиром стоять вдвоем а гирокоптер пошел ну привет как бы тут просто пришел во первых они антимага не поймают этими героями это раз во вторых я не знаю чем сюда приперся вообще где дальше фарми со своим белтов стрэнч ну белтов стрэнч зато взяла квилку квилочка есть пошли подпушивать антимага хотя подпушить ну сюда буквально один телепорт какого-то у которого есть телепорт и весь пуш обломался если они даже по Тауэр пойдут за ним куда то там лезть пытаться убивать что что делал гирокоптер чего ты делаешь хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе кстати говоря все прячутся под Тавар приходит новая пачка можно можно бить крипов ну-ка Дарксир Арканруна пошла бьют крипов Дарксир ставит пошел ДП от них с Ассасина Шекл очень неплохой Шекл антимаг в итоге выживает на ЛОКП это минус Дарксир иллюзия антимага конечно там запинала несчастного Флая Афтерлайф тоже минус инвокер уже здесь инвокер Бэйн также здесь ну по-моему Бэйн выбрал вообще не лучшую позицию да Бэйна здесь убьют Бэйна забирают довольно быстро Вэрочка на ЛОКП уходит айсберга тоже забирают и с ума сойти но у них получилось и там остался только антимаг который лопает виндрейнджер хорошая игра от Рамзеса и бежать ТП нет поздно ТП-шелся инвокер первый ТП-шелся никс вот сюда вот инвокер по-моему вообще не ТП-шелся он по-моему пешком прибежал или пешком даже прибежал не видел ну он там оказался но что-то поздно ему надо было не вот это он ТП-шелся ТП-шелся у него ТП-шелся у него ТП-шелся наверх ТП-шелся вот сюда вот в эту точку ну да наверное но в любом случае размен неплохой забирают вышку с другой стороны антимага не добрали вот если бы антимага еще забрали это было бы вообще замечательно вверх тем вайпов тогда выжила БВРка и в целом антимага нужно как-то останавливать потому что эта игра мне сильно начинает напоминать предыдущую вы вроде как неплохо там деретесь даже может быть имеете преимущество но вот антимаг сейчас зафармит свой БФ и что вы будете делать с ним непонятно чего ловить нечем он тебя просто перефармит с этого гирокоптера на ДАЗ-2 потому что Тейшн-то не стакается и все просто халява потом Соляндру выиграет игру так тем временем наверху нападение у нас стирают Дарксира здесь же Рубик тоже стриёт снизу В listenerится помочь дает шекел там ну تمи же как бы снизу тяжело нанести потому что миссuss здесь же здесь все и дисраптор пошла сразу же ульта здесь же Рубик поднимает дисраптора забрали Ну я не знаю зачем они менее трекфидят они просто могут тут сидеть в hacer защищаться плохо И антимага тупо отожрать А, Даззл там где-то забрал еще и Бейна, да? Да, здесь тоже сверху он его забрал И в итоге 2 в 1 размены Сейчас еще и вышку могут забрать Девокер тут, конечно, сопротивляется Встан мимо Перетягивается Б, нет, не дают вышку Ну, из плюсов антимаг забирает Тавр Ему остается 900 монет до БФа Какой он Тавр забирает? А, он не забрал на миде Мне показалось, что он забрал на миде Тавр Он сейчас внизу может забрать, но вряд ли ему Дарксер тут позволит Я был уверен, что он забрал Опять Бейн умирает 2 раза на том же месте почти Ну, Артур что-то да, там Загулял Но это напоминает немного предыдущую игру Дарксер не дает антимагу забрать Тавр в миде Аккуратненько Да, и что у нас? И на миде потихоньку, потихоньку Да ничего, фит у нас идет Потихоньку инвокер идет С гирокоптером сражаться Гирокоптер с Сэнджом Да, спотфит есть Причем действительно сейчас можно просто аккуратно отсидеться было Дождаться, когда там Айм зафармит свой БФ и что-то еще Айм тут уже неплохо себя ощущает Да, ему буквально остается сколько там? 500 голды 500 До Батл Фьюри Выходник с Ассасина Шекл не привязывает Забирает дабл дэмэдж Закрывают ВР-ку Ну пошел, раскаст от Гирочи Есть Грейв от Дазла Отличный Грейв В итоге ВР-очка уйдет отсюда Да, Дарксир тем временем забирает антимага Что? Дарксир забирает антимага Браво, Артес Браво Браво Кингер в смысле? Ой, Рамзес Мы всех перебрали, короче Ну вообще, да Зачем он умер? Странно, я не видел, как это произошло У нас был на миде замес Он нападает на Дарксира, который... Так, нападение на Гироча Гироча возвращают Очень больно Но Гироча с Инджом Он довольно танковый Откидывается, шеклят Здесь же Дарксир дает Мекку вовремя под хил Гирокоптера спасают Автерлайф Да, Рубик забирает уже Олвис Вана Флая Забираю так же них с Ассасина Все еще живые Какой фит вы устраиваете? Зачем они фидят? Чтобы потом вылезать из одного места Вот зачем? Зачем вы это делаете? Что вы делаете? Ну просто откидываетесь издалека Просто тут бы издалека откидывает Пускай сами под Тауэр лезут за вами Вы по одному умираете Ну не знаю, в порядку это делают Я, конечно, ну как бы до сих пор говорю, что здесь Тимп Спирит выиграет Но этот фит это... Опасную дорожку встали Ну вот у Антимага уже был ББФ, он бы уже фармил Вместо этого получилось так, что его Дарксир Каким-то непостижимым образом забрал Соло через стенку Ну понятно каким Ну да, стенка Я не могу даже сказать, как это было Я это не видел, но предположу Он со своим первым манобрейком Решил подраться против Дарксира Дарксир, который с Соло рингом, со стиками и с меккой И с манно-тапками Он решил из него ману выжать из такого Дарксира И типа с ульты его убить Ну Дарксир кинул щит Просто начал ему с руки Наяривать Потом стену поставил И под конец вакуум сделал, просто он умер Ничего тут вообще такого не было Не знаю, зачем он на этого Дарксира полез Был бы у него там второй, третий Третий даже, наверное, манобрейк Он спокойно мог этого Дарксира попинать Но с первым манобрейком это не то Так, ну БФ готов На 16-й минуте Вообще довольно быстро Но учитывая темпы нынешней доты Уже не смотрится это настолько быстро На 13-й мог быть спокойно Да, потому что здесь у всех Все уже есть Так, сейчас курьера могут забрать Никс Ассасин забирает курьера в лесу Цена груза 0 0, да, ничего там не было Но на обратном пути его просто Ну, тыс, как бы Как вышку забрать этого курьера Летающего по золоту Довольно неплохо Так, ну и что? И все собираются в смоках, судя по всему Хотят атаковать Да, разбивают смок Об этом не в курсе никто Антимакс снимает вышку У него уже 700 монет сверху Пошли по его душу Тем временем на Дарксира напали Ну, тут, конечно, очень будет Непросто ему жить А, нет, не дает ему ничего завязать Да, через все Герокоптер Герокоптер уже здесь Он забирает Флая Ну, какой-то размен сделали И все, и все пошли на мид Нужно срочно бежать отсюда Потому что Бейн уже может не уйти Верка Шеклет, но не привязывает Заказывает Где Карапасы Слип Очень удачный Будеть в эрк Что ж ты так, Рубик? Не будет Не будет в эрку У нее нету Шекла Именно поэтому, видимо, не стал ее будить Тем временем забирают вышку снизу Антимак вместе с инвокером Вдвоем Салак, где там антимак Очень неплохо, я думаю Разобрался И... Ну, в целом По рекапу Вроде как размен Один в один Да, Дарксир по цене, чем Always One Offline Но это все мелочи А вот то, что одну вышку Разменяли на две И антимак опять там Получает себе очень много фарма Это, конечно, в пользу Он уже на две тысячи Практически отрывается от гирокоптера Да, все преимущество Владимир Фоловой Все преимущество Кукис в ноль уходит И вот еще Очень один Из неприятнейших Наверное, артефактов Как раз таки Для той же ВР-ки Для того, что там гирокоптера Какого-нибудь Сейчас будет Бегать инвокер И убивать соло Вот этот вот паблик Играть инвокер Сайланс Да, Сайланс Хороший артефакт Экзорта, конечно Нету Хорошего левела Чтобы там Под санстрайк Как-то это все Можно было комбинировать Но Можно зато и ветерки ЕМП Тоже здорово заряжать Так, антимаг Да, он так Просто инвиз будет накидывать И через большой дэмэдж Через полснаб Просто бить Ну, аллакритин Себе накидывать И просто бить с руки А в конец Там самый Если там Из Сайланса выйдет Кто-то И не умрет за это время Ветрами можно добивать Всегда А ветры Уже много наносят Дэмэджи Да, ветерки наносят 270 дамага 270 Это дополнительный урон А еще там Какой-то есть базовый Наверное Да, базовый урон 70 300 300 считает 340 дэмэджа Антимаг Продолжает фармить на топе В общем, он пошел в разнос Его сейчас вообще не остановишь Там еще и за стаклили эмэйншентов Он приходит это все забирать Эмэншентрин сейчас яши будет Потом через пару минут будет монта С монтой его вообще не поймаешь Если только не связать его На полную связку Виндрейнджерки И потом после этого в тайминг Поднять Рубиком И это должны делать три героя С герокоптером Чтобы его убить Да, ну либо уже сидеть До каких-то артефактов Конечно, пока тяжело Герокоптер пошел в БКБ После Сэнджа Не стал Сэнджин Яшу доделывать Но, кстати говоря, вот эти новые спауны Которые появились Они только ускоряют антимага еще больше Может еще дополнительно делать один Но герокоптеру здесь Блэккенбар нужен Потому что, во-первых Против Дизраптера Это, кстати, к Стормис попадет Неприятно Там не может делать свой раз каст И, во-вторых Нюкс Он может дать один Выстрел из Лакэнона И попасть под Карапас Просто будет стоять бесполезный Это еще у нюкса Анимакшенный Карапас Он на единичку захачит Так, ну антимаг тем временем Принимается за вышку сверху Пока забирают Рошана Да, Рошана тут, кстати говоря Тоже будет забрать не так просто Ну, должны забирать все-таки ЕМП кастуется Ой, герокоптер сейчас вообще без мана будет Но это только один герокоптер Рубика цепляют Ну, кстати, Рубик опять на себя Вытягивает вообще все штуки Можен тратить на него все спылы Иииииии Боже мой Как сейчас будет больно Вакуум Просто все лопается в секунду Есть центры Ну, и уйдет, наверное, да Уходит Уходит Урны подхиливают Пауэршот! Как он попал в него пауэршотом? Почему по этой траектории? Я не знаю Этого Рка У нее какое-то свое понимание Антимаг Ну, да, антимаг ее, конечно, не убьет Сюда же идет герокоптер Минус вышка Заряд АПшились Забрали бы Рошана А, он отменил Я помню, забрал бы уже Он отменил Втроем, наверное, тоже заберут Идет инвокер Может, кстати, и не дат забрать Рошана Ну, через какие-то ветерки Тысяча хп Восемьсот Хп Семьсот Шестьсот Пятьсот Четыреста Триста Сто Сто состилят Нет Силы тьмы Силы тьмы забрали Инвокер сейчас еще и поймать могут Цепляют его ЕМП в ответку Но уйдет Боже мой Антимаг тут чуть без маны не остался Было бы прикольно Да Не успел инвокер состилить ничем Но в итоге забрали Рошана Линзу покупает себе как раз Никс Ассасин Он без даггера, без всего играет Просто линзу купился Боже, какой-то вообще график Наркоманский Непонятный Вот проигранная драка Вот она вроде бы Но Антимаг фармит И он еще и вывозит За время этого фарма Очень много Ну и снес две вышки сверху Снес две вышки Зафармил лес Оторвался от гирокоптера Еще на тысячу Даже на две Несмотря на то, что Герыч Вроде как поубивал там всех Ну у меня манта вот На подходе Вот свиток есть И 250 голды Сейчас уже В чикен должен лететь Ну сейчас 250 голды Это раз вот Уже летит в магазин чикен Как раз 100 голды Одну пачку хрипов И все Манта стайл Собственно вот он стан Никс Ассин Дикость Конечно Ну-ка Гирокоптер Ну-ка Минус Аегис может быть Акарапат Надо добивать Нет, не надо Нет, не надо Не надо Аегис сохранил Ну БКБ выбили И уже видно как тяжело Ну вот Антимага конечно Вот так вот прийти Забрать Будет слишком тяжело А гирокоптера Просто один герой приходит Цепляет его на станчик И все Так Ставится Сайланс ЕМП Рубик умирает Но Флай тоже скорее всего Да Его забирает Верка Один в один Здесь уже гира Правда гира без Странная Ой-ой-ой Курьер Антимаг Забирает манту Курьера нужно отправлять Другими маршрутами Здесь же Никс Никсу нужно играть аккуратно У Дарксира ГЕМ Все, Антимаг понял Он сейчас будет играть Очень наглую игру Все, где он фармит Он зафармил здесь Сейчас пойдет Зафармить уже леса Подфармит здесь А за ним сейчас Вот это если паровоз будет ездить Это будет только плюс Антимагу И вообще не только Антимага А всей команде Потому что Им тоже Space какой-то дадут пофармить Забудут там про Нюкса Не будут ставить центры Замки Короче, Антимаг сейчас чувствует себя В полном шоколаде Так что Никс Никс не будет на Вер нападать Да, уже на 5 тысяч Антимаг Обходит Так, ну и что Что-то нужно делать Кукисам Какой-то выход Но это сделать очень тяжело Потому что их давят Со всех сторон Их сплитят Им даже не дают собраться Как следует В пятером Да, это Флая просит застакать Видимо Рамзес Если это он, конечно Пинговал Флай стакает Получается Башарок Наверное Какой-то По-любому Ну С Башар И потом Себе Эбисол И тут уже Гирокоптер Конечно Без шансов будет Можно даже Не Башар Можно Ну да Башар МКБшку собрать Чтобы потом Верку пробивать Без шансов Дисраптор Ставит вард Или даже Не ставит вард Чё-то он просто Здесь прошёл Его не нашли Мука сейчас Вообще потеряны Они вообще Ничего не делают Просто бегают И фармят Отбивают все линии Которые Запушил Антимаг Да Аэм Аэм просто Фармит леса Всё больше и больше Выходит на линию Его прикрывает Ещё и Никс Рядышком Которые находятся Вот они 3000 на Башар Натикали Ну да Да он может копить Всё что угодно Потом собрать Вон Кукис Что они делают Пошли пушить У них другого выбора нет Они просто У них какая Отложенная смерть Да У них действительно Другого выбора нет Антимаг Естественно Драться не будет С ними Потому что А зачем драться Когда можно просто пушить Да вот он Он собственно Не даёт пропушить Мид Правда здесь осталась Часть крипов Ставится ЕМП Но Антимагом просто Сейчас справа заплепушат Ещё быстрее чем они Ну вот Понуждает Стягиваются Антимаг сам Антимаг сам Тебеснулся Собрал себе А он БКБшку всё-таки Будет собирать Ой какой монобёр Неприятный Хотел подраться И возвращают ВРку Скрывают Но Боже мой Не успевает Раскоставаться По ней В итоге ВРка Выживает На Граеве Очень больно Гирокоптер Воегис Гирокоптер Танкует За всю Вообще деревню В итоге Вырезает одного Запрыгивает Антимаг Хороший ультимейт Вырезает Дазла Можно забирать Гирокоптер У него всё ещё Есть Аегис ВРка Очень битая Хорошая стенка Дарксира Ставится Антимагу Тяжеловато Бьёт его Виндрейнджер Антимага Забирают 70 секунд Без байбек Антимаг Ой как можно Сейчас подстрять Зачем же ты вернулся Дружище Без байбек Без байбек Господи Даш Зачем ты Купил себе Этима на Блокингбар Да Зачем купил Зачем вообще вернулся Мне кажется Можно было не возвращаться Просто спокойно Сейчас сломать сторону И 40 секунд Ну нет Вторую сторону Конечно они не осилят Но Потеря миды Ну что это такое Возвращают Рубика Да Рубик А дарксира Дарксира У которого гем Но Тут можно сейчас Ещё и самим встрять Дарксира в итоге Не стягивает Никого Вакуум Просто уходить спокойно Здесь надо Кукисом И Они не отпустят их Сейчас ещё один Глимс будет Через 2 секунды Дисраптор Получает ракету И не может Никого глимсануть Всё отпустили Ну Просто на халяву Потерянный мид Вот кстати говоря Единственное что Оставалось Идти И вот так вот Попытаться Как-то пройти По миду Рассчитывать на ошибку В итоге Они снесли Две вышки Антимага И Бараки И инвокера Знаешь, что драку выиграл Знаешь, что драку выиграл? Антимаг Антимаг Люди только Тарксира Ну Да Всю ману съела Она неплохо ему Съела ману В принципе Ну не сказала бы, что там Именно она так много Дамаджи нанесла Но Вот там, на первых, связка ВРК Излетела хорошо Потому когда Эти люди Антимага Его била Потом просто Она ему всю ману Выжила И не дала Обликоваться Ну там Маленьких Аспектов Которым Это Этимагуер Да, вот я сейчас смотрю Просто вот ничего не предвещает Возвращению Антимагу Он может спокойно остаться Даже если они отдают мид Он ломает Нижнюю линию Потому что дамаджи у него Тоже очень много Ну вот вернулся На самом деле Если бы купил БКБ Могло бы быть получше Рубик Фурстав Боже мой Он уворачивается от стана Сам того не знаю В итоге на блинке уходит Идут за ним Шекл Привязывает иллюзию Но взрывает Рубика А где Грейв? Грейва не было Степ стайл Да, Рубик я думаю Недоволен Хороший фраг удается сделать Правда сейчас Никак этот фраг Не реализовать Ни во что Гирокоптер уже Выходит в бабочку Как не реализовать Тауэр на меде Это точно упадет Антимаг Мог Очень сильно Оторваться от Гирыча В итоге Гирыч купит себе Сейчас бабочку И антимагу Уже с каким-то Ну вот со своим БКБ Например Антимагу уже Его так здорово Пробивать не будет Он в МКБ Должен уходить сразу Потому что Во-первых Бабочка будет Это раз у Гирокоптера Во-вторых ВР-ка все-таки имеет Виндран Поэтому бабочка Масхэф Ой, не бабочка МКБ Масхэт И ВР-ка Блинк купила себе По-моему его не было В прошлой драке еще Так, ну и что они Ну по миду Как-то идти не очень круто Мне кажется В 5 на 5 То все еще очень сильные Кукис как раз таки На Гирокоптер не попали Ну Мид можно особо не отпушивать Здесь крипы справятся Выход у нас Антимага Сейчас посмотрим Справятся Нет, ну они встретят Наверное Дисраптора какого-то Да, но это даже лучше Потому что антимага Это не забрать особо Или Никса Вот какого-то ловить Да, ловят его Шеклят И спокойно забирают Ну и дальше, да И видят еще Дисраптора Которого зацепили Крипы Дисраптор Форстафа Нет Но Дарксир Дарксир Объезжал с другой стороны И минус Два кила Должно По 100 месте Смог ганг Причем они так Хитро делали Они оставили Гироча на миде Мол Без Гироча Вряд ли мы пойдем А сами пошли В четвером Это действительно Такой хороший Мув Просто если бы Гироч с ними пошел Там бы все читалось Моментально Но так как Гироч остался Не успели прочитать Сверху Антимаг Конечно хорошую работу Сделал Он запушил И не дает Выйти в атаку Но Все бы это было Вот лучше И то же самое Могло бы быть Только с целыми Там сторонами Или с 1 на 1 Это все могло бы быть Минут 15 назад Если бы они Опять же не фидили Тупо вот не фидишь И все Антимаг У тебя делает Игру по стратегии Ты на драфте победил У тебя драфт очень хороший С антимагом делать нечего У тебя просто не фидить Спокойно защищаться Спокойно грамотно Расставлять варды Спокойно Облизывать своего антимага Чтоб он быстро нафармил Все итемы Так Ну нет Ну да Много Много отдали То есть чувствовали Запас преимущества Там Да ладно Чего можно И тут немножко фидануть Все равно у нас АМ И так вот Несколько немножко Сложилось в тяжелую ситуацию По прежнему 30 минута А графики все еще в нуле Все еще Купил с антимаг Джевелин Вот я честно Думаю что Это МКБ все таки будет Вряд ли это будет башер Ну скорее всего Башер здесь Так себе против баттерфляя Башер хорошо работает Хотя 15 тысяч на 21 Может быть и башер Заработает С таким перефармом Диким Так Никс Ассасин Вид антимага Шекл А был бы старый шекл А был бы старый шекл Антимага связался Это новый шекл 6.86 Я Причем не думаю Что антимаг Прямо Просчитал Что это Прям новый шекл Ну просто Немножко Агрессивно зашел Если бы антимага связали Было бы конечно тяжелее Но все равно Вряд ли бы он погиб У него все таки Пока его в лесу нашли У него БКБ Он в любом случае уходил Да если бы было у него Байбэк Как раз Это раз Во вторых Все таки да Это МКБ Потому что уже два джеверина Ой 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 Какая неудачная позиция Сейчас И не успеет зайти на Рошан А здесь дабл дэмэдж И аганим И это минус Рошан Да На халяву отдают Опять Рошан Ну что Из плюсов МКБ Появляется у антимага Теперь он Просто Чемпион Убийца всего живого Может быть Никс Попробует сейчас Сгрызть бабочку Летящую в курице Но он не увидел куру Тупо не увидел Так бы мог сгрызть А у него не было Не было Во-первых ночь Вендетта в кулдауне С одного удара Не убил бы А во второй удар Из того что у него Блинка нету Как бы Не догнал Не затянулся бы Да Так ну Гирыч Сейчас дракон Вот этого по афтфарм Смотри 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 Висит оно висит Оно висит Хорош Счастливо Собрал Делает телепорт А бабочка была Ряду Так близко Да Теперь 3 минуты Без бабочки Ну хотят Может в принципе За эти 900 монет Успеть нафармить И купить Если бы там уже Он купил себе Близ Сманов Аввейджен Было бы другое В инвизе Рубик подкрадывается Три целых героя В этот момент Снизу Верка ломает Под алакрити Инвокер Возвращают Гирокоптер Гирокоптер не разводится Но здесь Рубик Рубик цепляет Инвокера Инвокера есть БКБ БКБ телепорт Сбивать нечем Да Но габлаката есть Чем плавить Поспешил Рубик Конечно На мой взгляд Но с другой стороны Все равно неплохо Развели на БКБ Забрали Габлака Это того стоило Ну и Если ты понимаешь Проиграет эту игру Он оправдает свойник Лошар И аватарку И аватарку Так Рубик покупает линзу Для того чтобы Подальше Находиться от всего Линза хороша здесь Может быть Даззл даже стоит Купить линзу Потому что Все таки Ну Радиус грейвал Неплох На четвертом левеле Но с линзой Он получше 1200 будет Да Так Ну и Верочка Верочка Да и дауз Был бы делать И купал бы Даззл Я ему сделал бы Чуть Поэффективнее Линза это такое Начальное Ну это не для даззла Даззл и так Рейсу повесит 1000 рейнджа Это довольно таки много На ульту Усиление не надо На Shadow View Усиление не надо Максимум на Поиск Это самое Короткое заклинание Которое у него есть Ну это Да не Даззл такого линза Форстав Может собрать Или гост Купить Вот гост Отличный Вот гост Купил Да Ну просто Действительно Если он хочет Как бы Давать наверняка Грейв Лучше уж какой-то Блинк купить Или форстав Чтобы заезжать Издалека Так Ну гирокоптер Тем временем Возьмет бабочку У антимага Конечно уже есть БКБ Но бабочка Она дает не только Эвэйджинг Много всего Другого полезного И кстати говоря Могут напасть сейчас На Рубика Падает на него Стан Да он соло угля убьет А даже Антимаг психанул Помог Да Так Никс Карапасики Да не Живет 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 Никсует Да Забрали Рубика Дарксир тем временем С гемом где-то Шатался У него кстати говоря Очень много денег Нужно бы Куда-то это все потратить Вот проблема еще Некоторая у Тимспирит В том что Да Антимаг он конечно Силенный И практически не убиваем Но если его все-таки убьют То они теряют Практически весь свой потенциал Потому что все остальные герои У них очень сильно проседают То есть Антимаг это все Дарксиру я посоветовал бы Собрать сейчас Вот прям сейчас Наверное Хекс Никакую ни шиву Ничего Просто Хекс Потому что Вдруг они поймают Эту Антимага Очень хорошо Ну у него уже есть блинк И с Хекса ловить можно Да Да-да-да Через Хекс его могут поймать Круто Хекс потом привязку К какой-нибудь Верке И спокойно-спокойно Забирает этого Антимажнику Да Хекс у нас стоит 5600 Ну вот Чуть-чуть там буквально На этом прямо Райтклика может купить Ну им надо как-то Волын идти Либо какой-то Купить Хекс И пойти в смог что-ли Что-нибудь в этой серии Так Дарксир тем временем Снизу продолжает здесь пушить Кстати говоря Антимаг совсем рядом Да Ну Разминулись они Да И Дарксир уйдет Тем временем Хекс есть Хекс есть Но Но нет Хекс как бы есть Но как бы и нет Все Дарксир уходит домой Антимаг здесь уже Слишком страшный ВР-очка Видит ее Никс Ассасин Будет ли нападать Ну у нее Аегис Здесь можно встрять Слишком много врагов вокруг Да И понимает Что не нужно этого делать Никс Ассасин просто на одной точке стоит И чикинов вырезает Ой Рубик просит Прострелить ему Пауэршот Вот и Снайпер Да Ну тут Казалось что ему Одна лось Елочка Мешает Но оказалось что Не одна Но сейчас Форстафа уже Сам заедет Да Выезжает Аегис тем временем Закончился Аегис закончился Ну Да и дало сено Может Все таки Влепить Прямо сейчас И с гемом С гемом Ой сейчас Ап опасный Немножко момент Для Никс Ассасина Сейчас еще заметит Смотри 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 Кликает Кликает Мега килл Вендетта украл Рубик Сразу Вот это уже Опасно С Вендеттой Искать Аэмо Кстати Дарксир Купил себе Воид Стоун Как бы Намекая На то Что может быть Действительно Гирокоптер Заходит Очень опасно Сейчас Двух саппортов Дает колдаун И начинает Уничтожать Разбуди его Разбуди его Разбуди его Ну разбуди его Ну почему ты Зачем ты бежишь За ним Да В итоге Добежал Почему так и тазло У тебя ни одного стана нет Тебе нечем цеплять Парень Забежит Тпшница Тебя тупо Тебе даже нечем Кинуть Там на 300 Нюх какой-то Просто разбуди Гирокоптер Он убьет его У него Дэмэдж больше чем 300 Дарксир купил Хекс тем временем И ВРка Сейчас себе возьмет Дейдаус Уже взяла себе Дейдаус Ну да Хекс Очень грамотный выбор И вот сейчас Можно пойти Попробовать Подловить Парня Разочек Не помешает Такс Учитывая что у него Нету бабочки Дейдаус на ВРке Здесь заходит очень круто А бабочки у него и не будет Все у него 6 слотов Разве что Сменят последние Но мне кажется Здесь стоит башер брать Все таки Вот тут Владимир Надо менять Это 100% На башер Ну на что-то Либо башер Либо папочку Аркан руна Рубика Заходит он в Вендетте Очень Неплохо разведывает Очень мало маны Очень маленькие кулдауны Все это Хорошо заходит Смог Оттим спирит И вот он Ну наконец-то Выход в смоках Идет первым антимаг Так Ну антимаг типа палец Но у него есть травола Видит его здесь Рубик И спириты выходят на топ Почувствовали Что может быть Немножко расслабились Где-то Но на самом деле Герокоптер сидит Очень глубоко В лесах Дазл фармил линию Такое ощущение Что сейчас сами Выдут в смоках Они могли вот так сказать И поймать Героча Да, но они пошли Более аккуратно Видит его Смог, ясно, ясно Смог, ясно, ясно Смог Надо хекс реализовать Надо в ответ Кути Ой-ой-ой, как сейчас Будет все Жестко Вот сейчас встреча Эльбе будет Да, смок Реали Смок Разбивает Акуда назад-то Давай Габлак по дефолту Встрянет Он умрет Сто процентов Может быть еще Кто-то Хекс В итоге Нанекса Шекл Сайлнс Неплохой Инвокера поймать А с ручек А с ручек А слабых Не добивают инвокера Антимаг уже в спину Пытается здесь Сразу засплитпушить Понимая, что это может быть Чуть ли не минус Вторая сторона Но часть крипов остались Есть два байбайка Кроме Диазраптора А играунт он ломать не может Ему нужно лететь назад И дефить Правильный выбор Ну вот он чуть-чуть оттянул Теперь крипов новых Не будет очень долго Если этих сейчас разобрать Но этих крипов Прямо Защитили очень здорово И Да, инвокеру сейчас Ну такое на самом деле На хайграунд-то лезть Я не знаю Надо ли это Потому что сейчас все Будут живы В итоге Грейв Грейв не успевает повесить Грейв вешается В итоге на Рубика Да, все Это минус гирыч Антимаг Это минус все Минус 2 пока что Ищут Рубика Но Рубик с глинком Бежит за ним антимаг Но есть еще и форстав Стеф стайл На стейтон Без телепорта И Рошан появился Еще появился Рошан И маякует туда Грокоптер Стеф стайл Несет себе тп Просто каким-то Ну, Даззл Заруинил На самом деле Руинит катку Подруинивает так немного Потому что Грейва Сейчас на ВРке Очень не хватило Причем Не сказать, что ее забрали Прям слишком быстро Он читался Да Коки сами катку Еще заруинили Им не надо было На хайграунд идти Вообще Ну не было Блокенбаров Все в хулдауне были Все И видят, что Рошан Появился Так, стягивается У нас здесь инвокер Идет он за Рубиком Поднимает его В ветерки У Рубика Есть Блинк Поднимает инвокер В воздух Тянет время до конца Тем временем Антимаг на Рошане Рубит его Рубик О, как же Глимс Глимс не успел Завязать А Геннадь Фил По-моему Вижен не дает Да Мне казалось, что дает Ну а зачем он его Только ставил В эти кусты По старой Может быть раньше Да, где-то давал В итоге Рошана Почти забрали Но сюда стягивается Вся команда Могут не успеть Уже все практически готовы Блинк спина Давай, давай Блинк спина Блинк спина Дазл Вакуум Стенка Очень больно В итоге ставится Сайленс Но здесь никого нет Инвокер забирает Аегис Дазл Встрял Очень жестко Встрял Дазл Использует Госкипетр Но живет В итоге Дазл Захексили Захексили Лошару Убивают его Минус инвокер Также может никуда Не уйти отсюда Инвокер тоже умирает Да, забрали Дисраптер Остается габлак Инвокера просто Изничтожают Есть гем И инвокера убивают Есть байбеки Есть байбеки у всех У инвокера тоже есть байбек Опять без байбека Только Дизраптер Курица засуицидилась На Рошпите Да, курица сейчас уже Не так важно Мда Ну успели Что я могу сказать Успели на Рошару Я бы на месте герохоптера Сейчас бы Может быть Даже собрал бы себе Какой-нибудь Тоже супер башен Ну уж Чем-то останавливается Антимага Как же много делает Рубик все-таки Вот он опять Стянул инвокера Из-за того, что инвокер Стянулся Два байбека Надо отходить Ну опять на рампу Сейчас по левому Опять им Должны по голове насущать Ну ладно, посмотрим Может что-то и произойдет Да, тут Боже мой Рубик куда запрыгивает И Верочка Сдает стяжку Инвокер без байбека Инвокер Падает 90 секунд Герохоптер флэком Расстреливает всех Минус Бэйн Остается антимаг Но его ловит Фин с гриппом Пабло Что же творит этот Рубик А хороший ультимейт Минус виндрейнджер Остается здесь герохоптер Под грейвом Ставится сайланс Пытается уйти Дарксир Дарксир дает Моноберн Три секунды Две Одна И Дарксир умирает Вместе с гемом Минус четыре Да, все-таки Их здесь Переубивали Ну, было близко В какой-то момент Если бы Сейчас не сбили Фин с грипп Рубику То это был бы ГГ прям на месте Просто тупо Из-за этого вывезли Просто халява Продал, кстати, антимаг Владимир Купился Тарас еще Ну, Тараска Конечно, неплохой вариант Он становится еще более Неубиваемым Но несколько атакующий Потенциал здесь Теряет такое Ну, посмотрим Что у нас по графикам По графикам Куки с большое преимущество Имеют Потому что все-таки Два байбека было сделано И Ну, сейчас герохоптера Здесь должно хватить Для того, чтобы отбиться На рампе Учитывая, что айма нету Башера Он вообще ничего боится Не будет Да, Рубик покупает Сразу же новый гем Пабло просто шикарно Отыгрывает И он и начал эту атаку В общем-то Могли закончить Ну да Инбокеры стерли моментально Из-за этого уже плюсик был Там дальше было как-то Регруппнуться Ну Да нет Все-все грамотно делали Просто тупо сбили Рубику финсгрип Если бы он был В какой-то более крутой Позиции И до него не дотянулись бы Эмим финсгрипом Ну, то есть Не сбили бы им финсгрип То все Пиши пропало Да Ну, в итоге Верочка у нас 3400 имеет Пока оставляют на байбек А вот герохоптер Не умирал в прошлой драке И у него уже готовый МКБ И, честно говоря Герохоптер-то разваливает Там все Что только есть Против него никак Надо ли здесь МКБ-то Дейдалз, думаешь, лучше Какой-нибудь Может быть, даже и Дейдалз Ну То нет МКБ тоже нормально Ну, для герохоптер Особо не важно Потому что у него Да, для МКБ хорошо Флэг Не распространяются криты Ну, главное, что Демо Нэш Может вообще рапиру возьмут Психонят Ну нет, конечно Рапиру? Ну, такое Очень-очень рискованно Они выигрывают Зачем им рапира? Да, тут вот они Обновились графики Семь с половиной Вели до вот этого Камбэка небольшого В исполнении Тим Спирит Ой, неужели Тим Спирит? Да не Да не Все-таки Все-таки антимаг должен Порубить БКБ появляется на Виндрейнджер БКБ появляется на Дарксире И сейчас очень многое Зависит от Дисраптора У которого будет Аганим Если он вовремя Скастует свой ультимейт Нету пока что Никсаун Кстати, тоже выходит В Аганим Разбивают Смоук Ну, кстати говоря Этот Смоук Не так уж легко Прочесть Потому что все линии Запушены у Кукис И они могут быть Где угодно Так, Дисраптор А, Никс уже готов Аганим И Дисраптор уже готов Аганим Ну, кстати говоря Новый вот этот вот Станчик Зацените радиус Посмотри на этот радиус Просто Он может копнуть Все что угодно А я не вижу Ну, вот этот Я тут навожу И не вижу Да Меня что-то не показывает А я сейчас тоже Кстати, почему-то Перестал Ну, потому что Закопался А вот Радиус вижу Да-да-да Ой-ой-ой-ой Что ж Он, может быть Он просто У тебя Этот Ты немного Отведи Камеру Может просто Он у тебя В экран не попадает Закапывается В бару То не видно Видна? Мне кажется Видна просто Она за экраном У тебя Нет-нет-нет Все нормально Даже так? Просто Когда он закапывается Он не показывает У меня видна Он может сейчас Капнуть в Р-ку Прикинь Ну, капай минус Минус пока Ну, капни разок-то Дружище Это же просто Жесть какая-то Просто сидит Убийца Нюксов Офигеть Он реально Может быть Закопан На где-нибудь Вот здесь Вот И при этом Копнуть Мид еще И даже дальше Я думаю Так нет Но Где-то Посередине Да Да Может Может Я тебе говорю Он когда Закопан Вот смотри Вот сейчас У него В закопанном Состоянии Он может Копнуть Вот этот Кэмп Да нет Ты че слишком много Ну, мне показывает Так Дота Да ладно Да А, все Вижу Да, лол Я тебе говорю У тебя слишком просто Экран близко стоял Я тупо не видел Он реально Ну, я не знаю Это две Где-то Две тысячи рейнджа Ну, да Где-то На две тысячи рейнджа Он может Копнуть За что За что Из фрук Пацаны Я гангу И просто С речки Тир Один Таур Копает Ну, посмотрим Насколько это зайдет Все-таки Там Это линеечка Такая И он еще Пока она кастуется Время проходит Все-таки Кулдаун у него Остается прежний Пока она долетит, да? Ну, да Кстати говоря Может даже в минус В какой-то степени сыграть Он понадеется На свой С другой стороны Если они все Станут в линию Он реально там Копнет всех Это Сработает круто Зажали немного На базе Тем временем Куки Своих прагов Да, поряжались нормально Да Как же Как же эта игра Повернулась таким образом Что 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 все стало Вот так вот Целая там Герниция событий Игроконтер собрался Бедаидалус Как я и говорил Да, но он дает больше Он Так, 81 А сколько МКБ Там сейчас дает Просто к атаке А МКБ дает 66 А, ну слушай Он гораздо эффективнее Он просто На 20 атаки дает больше Раньше оно давало 88 МКБ То есть Раньше-то вообще была Вся статья МКБ Варить почти всегда А сейчас Да и Далус явно Сильнее Да Ну что Зажаты на базе У нас Спириты Ждут Рошана Возможно Игроки команды Куки Ну и Рошана Еще минуты Точно не будет Формят себе Потихоньку Какие-то байбеки Пока что байбек Есть во всей игре Только у одного Лишь герокоптера Но вот у антимага Он уже откатывает У инвокера тоже Ну и остальные герои Можете подформить Ну так дороже будет Рошана тоже отдавать нельзя Если отдать Рошана Это будет печаль-тоска Особенно если Куки сейву заберут Они реально будут заходить И на победку уже отыгрывать Ой, сейчас Рошана Ой, это антимага Антимага, антимага Антимашка Живи Живи, брат Вроде как выжил Но он сюда не уйдет Он будет здесь Нет, все-таки уходит Его ищут по лесам Опасно довольно-таки Оставаться дальше здесь Ну, до второго хиксам Можно тут на самом деле играться ВРК, наверное, пойдет уже в физику Но какой-нибудь там Рубик Дазл В перспективе могут себе Попробовать купить что-то подобное Вот Рубик уже начинает Он поднимает антимага Играет с ним, играется Ну, как бы немножко его держат в тонусе Чтобы антимаг боялся И медленнее где-то фармил Где-то аккуратнее действовал Это всегда такие микромоменты Ну, а на самом деле Они, как-то подсознание Работают Врага Тут не дофармил Тут, может, там два крипа не ударил А тут тебе, оказывается, байбека Из этих двух крипов и нету Да Это хорошее моральное такое давление Так, два сапога на гирокоптере Мы лицезреем Ну, собственно, всяк круче Иметь травела вместо телепорта Они тему спида дают И что, они тупо на Рубика? Антимаг говорит Парни, он мне надоел Пойдемте укатанем Ну, его очень тяжело здесь будет найти Он блинкуется в лес Они сейчас никого не найдут Ну, если Рубика не найдут Потому что все герои Кукис Ой-ой-ой Пабло Пабло Эскобар Ты где? Где он вообще? Лол! Лол! Блинк, блинк! Антимаг! Еще один блинк! Еще через две секунды блинк! Лол! Попал по нему! Попал, но не видит Как он их катает Просто Пабло MVP этого матча Пабло, да Вообще MVP серии Он блинканулся Вот сюда Пока его не успели закоцать Он сделал еще один блинк И сейчас И сейчас он спалил смоук Смотри, что он делает Он просто У него форстаф Два блинка Он говорит, ребята Еще в смоке Ребят заходят на Рошана А там вижны нету Как они моментально Как они быстро его заберут? Да Просто халяву дают Рошана Ты представляешь, сейчас Тим Спирит шли в смоке На этого Рошана Из-за того, что Пабло Пабло, по-моему, даже их сам не увидел Но он просто спалил всю контору Ой, это такой вообще мув Ну все, надо на рампу заходить Пытаться заканчивать игру Антимаг как раз ничего Сейчас не сплитпушит Ему надо срочно идти сплитпушить В какую-то сторону Наверх бежать Наверх, наверх, наверх Не фармейшн О, или даблдамидж Ты должен даблдамидж запалить Даблдамиджем крутая драка будет Он что, у него тревлайн украл? Зачем он их выложил? Это был эпический был момент Даблдамиджем Он подъедал муншард Выложил тролла, чтобы съесть муншардинку Короче, герокоптеру надо срочно Подобежать и забрать этот даблдамиджем Они бегут Бежит, 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 бежит Он просто летит туда На всех парадах Ну я думаю, сейчас не брать Надо подождать чуть-чуть Пока оленя отпушится И потом... Все, все, все Уже успели Антимаг этот продолжает развлекать Рубик Антимаг недоволен Но Рубику пофиг Все, все вниз Ну это такое Чуть ли не Лас-драком будет наверняка Гирич летит У него все еще есть даблдамидж Верка вяжет бейна Бейна стирает в секунду Есть байбек Антимаг нападение на гирича Но грейп Не может, не может Он в улете Дисраптор Лоу 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 Как на них все круто поставили А байбека... Есть байбек Есть байбек, но травелов-то нет Он тп шелся только что сюда на крипов Тупо подогонимым на него поставили ульту Да, отбились Круто все сделали Отбились, но размен один в один Зря зашел гирокоптер так наглое тупо Верке надо было сходить и все, подавис там А гирокоптер издалека мог стрелять Ну, в итоге забирают гирича Конечно, он резнется через 60 секунд Но не будет уже ДД Хотя, на самом деле, ему-то что? Он резнется через 60 секунд Они не будут уходить снизу И они ничего не потратили Они просто умер гирокоптер Сыр-то остался Айгес остался Они дальше пойдут на рампу Но без ДД Абсолютно все готово Рубик только не в позиции Но у Рубика есть замечательная возможность Сделать 3 блинка 4 фурстафа 4 блинка антимага Айсберг показывает Гоумит Вдруг у него нет байбека Ну, тут Тут может быть кого-то попытаются зацепить Да, идут в мин Действительно Байбек есть Но антимаг начинает ломать 20 секунд Ну, я думаю, байбек цена Сейчас как-то нужно подпеваться Рубик уходит Можно попробовать его зацепить Нет Не цепляют Рубик поднимает антимага наверх Закапывается люркер 10 секунд Все Уходят Да Зря он не пошел Айсберг подпадает через 2 минуты Вниз им надо бежать И отпушить эту сторону Да, вот они бегут Не отпушить, а пропушить Попробуй Дарксир сначала Какая-то тяжелая игра У нас напряженная Очень тяжелая Дарксир остался Потому что нужно кому-то Отпушить вверх У него А, у него будут дровала Сейчас все купят Скорее всего Что там? Ну да Ну а место что? На место ТП-шки Потому что грифсы нельзя продавать Не, он бежит Он просто побежал 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 Много время теряют А эгос через минуту там будет уже падать Мы очень много время потеряли из этого Дарксир И сейчас щиток на мид повесить Такой мышь Иди, боюй Все линии запушил Я молодец Иду к вам, ребята Да Вот он наконец подходит Все, а эгос минуты где-то Шекл Пошла в эрка нарезать Ее поймали Ну а эгос можно разменять И закрыли опять гирокоптера И опять сейчас гирокоптеру будут Будут убивать Но выталкивается Вольвокер Что же ты сделал-то? Что же ты сделал? Боже мой Гирокоптер с антимагом Берутся Какая игра от айсберга Антимага погибает Берутся Берутся Верку первый раз уже убили Второй раз попытаются убить А доходить Форстав нет Грейф Грейф Короче, меня этот степс стайл Он В этом не молодец Да Он не очень здорово отыграл Гридиска Что Он С грейвами Тормозит Он хочет типа кинуть На последний там 100 хп Чтобы я такой профессиональный Грейвист Но Он походу профессиональный Так Все Доигрался Пабло Наконец-таки Но Сейчас могли убить гирокоптера Просто Его бластом Инвокер Вытолкнул из кинетик филда Под статик штормом Он бы там стоял Не смог Завязать сыр И он в последнюю секунду Этот сыр провязал Да, Тим Спирит Драку могли вообще нахалёвывать Я вообще не знаю, зачем они это делают Зачем эта Верка постоянно вырывается И кого-то пытается связать Ты тупо зайди Пока у тебя есть Аегас И разрушишь Тавар Это раз Дальше Посмотрим вообще, что будет у Тавара Потому что Был 7 и 6 хп И у 7 и 6 хп и осталось Семь что-то пытаюсь Понятное дело, что там у всех байбек есть Такая стадия игры Да, байбеки есть Да он в этот раз никого и не убил В общем-то он просто залетел Он там пытался связать Дисраптора И Дисраптора не связал Дисраптор, конечно, очень много делает Ну всё, в принципе Антимаг сравнялся с Гирокоптером по фарму Да, у Антимага больше денег Но деньги эти тратить просто некуда Ну от них 6 и слотовы А чё он может Муншард он съел уже Супер Травела купил Второго уровня Ну а что ему собирать? Ну больше нечего И Гирокоптер Гирокоптер почти такой же Ему чуть осталось там тот же Сатаник да собрать И Ну вторые Травела купить Муншард съесть Ну тоже ещё может чуть-чуть там добавится Лучше и не придумаешь Короче игра до первой ошибки тут будет Ну да, тут уже может выиграть любой И Очень похожая игра на игру Элементс Про Гейминг против Team Spirit В Венерах как раз таки Это было МДЛ Европейской квалификации Там тоже было буквально до первой ошибки Сыр, кстати говоря, есть у Инвокера откуда-то Они видимо старые запасы Какие-то Владелец антимаг Ну да, ну Он его то есть где-то подобрал Давным-давно Ну владелец антимаг Это значит что антимаг его вообще в первую взял После Рошана Да, это видимо ещё Не этот Рошан А ещё предыдущий Выход с маках По байбекам давайте смотреть ситуацию Гирич есть Верка 140 монет Дарксир есть Ну вся команда Кукис имеет байбеки В то время как нет байбеков антимага Если ещё антимага ловят Его моментально стирают Как это получится У них это сделать Ну а засейвить его нечем по сути Ну засейвить нечем И я думаю Тогда можно ГГ писать Пабло с Билвард тем временем Ага Гирокоптер хочет сатаник себе купить Ну вот ему конечно очень тяжело Против ульта Дисраптора будет Ему что-то нужно с этим придумывать Обязательно Потому что Ну да Бластом толкнуть Я не знаю в принципе что-то Есть какие-то варианты Потому что ульт Дисраптора он длится 7 секунд по-моему Да Да То есть если на гирокоптер нападают Ему Грейв нельзя давать сразу Ему можно дать Грейв только После двух секунд И то Ты же Если как бы ульт закончится И Грейв одновременно Он не успеет сатаник отхилиться По-хорошему Он должен половину ультимейта Провисеть Побить как-то Только потом ему дать Грейв А я смотри антимаг Антимаг сверху сейчас может Постревал его убить Может может ошибиться Ой не связала как-то Вообще непонятно как Как же это произошло Они убили бы его Они его тупо убили бы Если она связала бы Она чуть-чуть поторопилась Ей нужно было запрыгнуть Ну она не допрыгнулась Наверх запрыгнулась Да 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 Вот сюда наверх прыгаешь Вяжешь вот к этому дереву А она вот сюда вот прыгнула И связала как-то Бейна нашли Видят всех вообще на самом деле Копает Никс Ассасин Пошел санстрайк Гирокоптер Гирокоптеру больно Гирокоптер уходит Ой прогадил ультимейт Always Wanna Fly Уходит в инвиз Все еще сидит Никс Тем временем Бейн вгрыз Пабло Пабло как всегда Здесь Тут как тут Габлак погибает Сидит тут Никс Силенс На Windranger БКБ нету Ракеточка Воловь с ванна флая Олвиз ванна флай Уходит в гримм Не дерется Он сейчас тут всех порезал Все как и все И санстрайк 200 хп остается В итоге Антимакт такой кидал Он все кинулся в команду Он снизу Он снизу не хочет драться Он порезал бы всех Здесь Да Антимакт был просто убил все Ну да вот ВВР вообще Не бояться Это раз Гирокоптер тоже Бессатаника Треть хп Просто всех раскидал бы Да Рамзес Ну Рамзесу еще Есть чему поучиться Оно и в принципе не удивительно В итоге Проигрывают Они драку сверху Отдают двух саппортов Сейчас Появляется Рошан и самое умное Что могут сделать Кукис Это пойти на Рошана Но они пойдут в атаку И кстати говоря у Дисраптора Нет байбека И зная насколько ультимейт Его важен Для команды Это может порешать Да Это кажется ВР И на самом деле Очень все грамотно Нужно сейчас сделать Кукисом Ой не Кукисом А Тим Спиритом Потому что без Дисраптора Очень трудно сейчас драться будет Очень трудно Автолайфу нужно как-то грамотно Подстанить Откуда он манул Это пипец это стан конечно Это жесть Да Стан жесткий Да Видит его Он получает ракетку Ему дают хекс Его зашеклили Антимаг вырывается Гирокоптер БКБ Гирокоптер Байбекается Нет Катится у нас артолайф Дает еще один стан Под грейвом находится Рубик Рубик уходит с блинка В итоге Это первая стенка только Дарксира Кстати говоря Глифа нету глифа нету Эта сторона упадет 100% Второй барак тоже доломать надо Ой ребята Вот Тим Спирит Икс Закапывается Станчик Сейчас ловить должны Должны ловить Дисраптор уже Вижена нету Вижена нету Дать Глимс Эх 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 Об этом как раз вчера Там мы с НС Говорили что как хорошо Там с Бестом с каким то Или с чем то еще Сочетается с Зевсом может быть Когда На такой стадии уже просто Куда то вардик надо ставить На это Да А М купил себе Эбисел Хотя бы на вот этот На вот этот класс На солнышко это Слушай Что продал антимаг А БФ Да БФ уже не нужно Им нужно БФ БФ Прекрасно что не дефят Должны понимать Что где то могут быть на Рошане Верочка сейчас даст Скорее всего пауэршот Пауэршот только что был Только что был пауэршот Еще пауэршот Еще один пауэршот Не туда дала Они не видят Что они на Рошане Они просто халяву его дают Заходит дазл Ставит вард Ииии Какой не Какой жесткий тайминг Да Видят Все Поздно Антимаг забирает Аегис Ииии запрыгивает Рубик туда Зачем-то Рубик умирает в итоге Рубик без байбека Антимаг с AX ему Рубик без байбека Антимаг без ботинка Без траволов Он просто Медленный кусок Антимага Ну с блинком зато С Эбисолом С Эбисолом можно и без ботинка Вот без Эбисола нельзя Так что ты ему Что ты ему А дай мне ботинок Я тебе тараску Все пошли Ему нужно отпушить А он без батлфьюри Он сейчас этих всех крипов Быстро бить не сможет Смотри Опа ошибка Оп оп Ну вот я тоже подумал Что БФ продавать Это такое себе решение Все таки Крипит Да но это бред полный Ему нужно Не знаю монту сейчас выложить А батлфьюри он продал же да Я думал он выложил в чикен Это он может его и купить в принципе Может Так летит обратно Все мол отпушил Немножко 30 секунд До выхода Рубика Так включай байбеки Есть байбеки У всех по моему У всех кроме Дарксира У него может натикать У него рефрешер есть зато Да Идет антимаг Дарксир дает хекс стенку стяжку Можно ставить рефрешер Успели включить бкб Афтерлайфа забирают Антимаг начинает резать в рку И дают грейв на этот раз Грейв заранее вакуум Антимага забирают Нет это минус все Сейчас надо хекс ждать Хекс, хекс, хекс на антимаге Дарксир пошел дальше Хекс, хекс, хекс Хекс в хд Он где-то его уже провязал Но антимага и так разрывают Это минус 5 Антимаг байбек Антимаг есть байбек? Эээ Инлокер есть байбек? Кроме десраптера Есть байбек? Десраптер Ну да, надо байбекиться уже ничего Пускай кулдау у него сразу Десраптер только нету байбека В 49 секунд он будет сидеть в таверне Нет у него ультимейта Не будет его ультимейта Ну и, видимо, Team Spirit Не знаю, вот сейчас им будет очень тяжело Потому что соперник Он тебя не просто разобрал Он ни одного байбека не потратил И у них сейчас все есть Кроме Рубика Ну Рубик, как мы видели, и без Рубика Можно, в принципе, нормально воевать Нету рефрешера Нету рефрешера, конечно, на Дарксире Но... Как бы они могут пойти в атаку И очень тяжело будет отбиться Тетра вала, тупо У кого они? В смысле? Антимаговские? Да У Байна были? Да, вот они Да, тревелла в Байна Но надо отдать А то он реально какой-то... Неподвижный парень Забираем Тысяча крипов тем временем у антимага У гирокоптера более чем в два раза меньше 65 минут О, это игра 65 минут Кукис Кукис 4 Коэффициент... Боже мой, дайте я посмотрю на этот коэффициент Вот и он прям просто вам... Боже... А, он, прикинь, он уже 3,9 на 1,1 А, он и был, он и был, по-моему, на 1,1 Ну, почти 4 Ну, почти 4 Застреливать Вакуум Дарксира Ульт Раскастовывает Дисраптор Но успели все нажать БКП Инвокер дает метеорит БКП на гирочи заканчивается Но это уже минус 2 саппорта Нужно забирать Афтерлайф Он просто делает ТП, но нет Его связывают прямо под землей А чё они добили? Добивают Никс был уничтож... А, это Монумент был уничтожен Теперь был уничтожен сам Никс Нет, 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 нет И никто, опять ГГВП ГГВП Аааа, это просто жесть Кукис прерывает слиг Чё они сделали? Такие они, Федорины, горе Да Ну, Кукис были, конечно, хороши В том плане, что они цеплялись за каждую возможность Да, у них была тяжелейшая ситуация Да, им давали Тимспирит шансы Но Пабло, вот что сотворил Пабло в этой игре? Да, он MVP матча МВП, тупо МВП всей встречи, наверное Во всех трёх играх он очень крутой Рубик Очень крутой Я ему ставлю лайк Да, наверное, нужно поставить ему лайк Ну что ж, это 2-1 Кукис проходит дальше Тимспирит выбывают из турнира И Кукис будет играть с победителем пары NoLogicGaming против Danishbears Эта игра, кстати говоря, у нас должна была уже почти час как идти Но просто не совладали с временными рамками немножко команды Из-за того, что так сильно задержалась встреча Ну что ж, мы уйдём на небольшой перерыв И я думаю, что довольно скоро ворвёмся на матч NoLogicGaming против Danishbears ПОДПИСМЕНТЫ 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 ПОДПИСМЕНТЫ